Доброго времени суток, друзья мои! С вами Владислав. Данный гайд я сделал по вашим просьбам и предложениям, и он будет посвящен такому показателю, как сила навыка и его необходимости в бою. Прошу учесть, именно сила навыка, а не электрика. Еще в патче 1.4 были сняты ограничения на кап большинства навыков, а с выходом 1.5 у нас появилось еще больше возможности для разгона силы навыка до небесных высот. Но давайте обо всем по порядку. Что такое сила навыка? Нафига нам это надо и откуда она берется? Сила навыка – это параметр, который получается из нашего показателя электрики, преимуществ как сетовых, так и золотых вещей и бонусов от основных характеристик на амуниции. Также не стоит забывать про модификаторы одежды и таланты оружия. Зачастую показатель сила навыка в бою может быть непостоянным. На примере того же опытного стратега, который можно разогнать на 30% силы навыка. При стрельбе по противнику или же рюкзак с талантом изобретательность, который дает плюс 15% сила навыка при полном здоровье. Зачем нам сила навыка? Сила навыка напрямую влияет на наши с вами таланты. На их мощь, время отката и продолжительность действия. К примеру, талант «Первая помощь» на базовом показателе имеет всего 13 тысяч лечения, а вот при 320 тысячах силы навыка он уже начинает лечить на 180 тысяч. Что положительно скажется на вашей выживаемости и победе в бою. Да и время отката вместо 56 секунд сокращается всего до 17. Хотя, конечно, это не единственный способ поднять мощь и эффективность наших навыков. Также есть модификаторы снаряжения, направленные строго на определенные таланты, и они тоже способны положительно повлиять на ваш КПД в бою. Как я уже говорил до этого, кап силы навыка со многих талантов был снят, что привело к активному использованию и появлению таких классов, как Суппорт или ДД Электрик, если раньше Суппорт выступал сугубо постольку-поскольку, да и силой навыка особого урона не нанести разве что стика. Да умные укрытия со сканом играли еще хоть какую-то роль, то сейчас все сильно поменялось. Сейчас он не только способен повлиять на исход боя, а всецело решить судьбу всего дальнейшего сражения, как, к примеру, с огненным медиком. Данный класс начал нами активно применяться еще на тесте 1.4 и показал высокую эффективность как в лечении всей команды, так и в сдерживании неограниченного числа игроков. А уж сколько пожгла читеров наша троя. Знаете, как приятно, когда читер от вас забивается в угол, вы ставите огненный турель и все. Ведь головы-то огненной турели нет, и наим ей полностью насрать. А то, что он ее заливает, так у нее полмиллиона здоровья. Да плюс еще и урон, дай боже, каждому. Да плюс еще он и гореть начинает. И очень быстро сливается. Есть даже, кстати, целое видео, посвященное тому, как мы читеров в угол зажали и сожгли огненный турель. Видео называется «Задивижн. Читер, который не смог». Ссылочка в описании под видео. Поскольку вариантов применения талантов много, и зачастую они оказывают большое влияние на исход сражения. Чего только стоит полевой медпункт, который лечит всю команду каждые секунды по 10 тысяч жизней. Или же бомба-липучка, которая жарит вам на 500 косарей урона. Поэтому я решил записать не гайд по определенной сборке, а именно гайд по силе навыка. Приятного просмотра дальше. Давайте рассмотрим, что у нас должно быть по параметрам на снаряжение и во что его калибровать. Для максимально большого показателя силы навыка сразу скажу, что все вещи, которые можно закалибровать на силу навыка, стоит калибровать в силу навыка. И все модификаторы, которые вы будете вставлять, должны идти с электрика плюс сила навыка. Бронежилет. На бронежилете в основном разделе нам пригодится бонус к броне и стойки с экзотическим видом урона. А во второстепенных характеристиках самое место для бонусов к боезапасу. Так как стрелять-то нам все равно надо. На маске мы в основной характеристике должны иметь бонус на силу навыка, а во второстепенной желательно бонус к урону по броне противника. Хотя, если честно, и не обязательно, поскольку мы инженеры и наша основная задача – это именно пользоваться силой навыка. На наколенниках надо закалибровать броню в основной характеристике и желательно поймать на второстепенной бонус урона по броне противника. Но, как я уже говорил, можете не париться насчет бонуса брони противника. На рюкзаке нам надо в основной характеристике бонус к силе навыка, а во второстепенной бонус к боезапасу, так как когда закончится пуля, все-таки нам будет менее комфортно играть. На перчатках желательно бонус урона к основному оружию. Также желательно крит шанс и крит урон, но, конечно, самое главное – это бонус к электрике. Ну а поскольку на кобуре уже изначально предустановлены все три стата, то желательно вам просто поймать бонус броне в основных характеристиках кобуры. Модификаторы одежды. Тут нам понадобится пять модов на электрику с бонусом на силу навыка. А в слоты модификаторов таланта нам нужно будет вставить мод на усиление основных наших талантов. К примеру, если вы огоньный медик, то это модификаторы на бонус урона от турели, ну или там на скорость лечения вашей аптечки. Вот тут, кстати, тоже очень важно. Нужно именно вставлять бонусы на электрику и силу навыка, а не на электрику плюс броня. Хотя, конечно, для темной зоны подойдет, наверное, электрика плюс броня, потому что с низкими показателями живучести жить тяжело. Но, правда, без этого вы не наберете больших показателей силы навыка и замрете где-то на показателе 320-330 тысяч силы навыка. Как видите, у меня модификаторы именно электрика плюс броня, и большого показателя силы навыка нету. Я вот мучаюсь, ну просто, знаете, не выпадает. А то, что выпадало изначально, скидывал именно на суппорта отряда, и вот сейчас только озаботился сборкой электрики плюс силы навыка. И вот из-за этого пока вроде как суппорт, но показатель электрики, точнее, силы навыка, я небольшой. После всех вышесказанных манипуляций у вас получится персонаж с очень низким показателем живучести. И ваша роль будет не отсвечивать на первой линии. Вы должны из-за спины своих союзников нести разумное доброе вечное. Друзья мои, отойду вот немножечко сейчас от темы насчет роли суппорта в темной зоне. Тут надо быть очень осторожным в прямом смысле этого слова. Если вы отрядный суппорт или тот же самый огненный медик, или еще что-нибудь такое, ни в коем случае не стреляйте по врагу. То есть, если вас начали стрелять, то все, что вам надо делать, это перекатывать целевого вправо и давать возможность вашим союзникам убить противник или вашим талантам. Если вы пойдете в размен с противником, или хотя бы просто начнете с ним перестрелиться, у вас нифига не получится. Почему? Ну, вот вам пример. Сколько у вас живучести получится? Там 150 тысяч, 120 тысяч. То есть, реально мало. А сколько среднем живучести у обычного бойца? 300-400 тысяч. А сколько среднем ДПС в разы выше вашего? Из-за этого суппорт должен именно, не вступая в бой, стараться как-то его избежать и давать возможность решать свои проблемы с помощью ваших талантов. Вот как вы сейчас на примере видите, я не стреляю по магу. Это делает моя турелька, это делают мои шарики. Ну, вот они, кстати, сейчас забаговались, а меня чуть сами не убили. Шарами, кстати, тоже реально поосторожнее. Не бросайте их под себя, не надо. Вот, как видите, у меня сейчас, вон, черное пятно под жопу персонажа. В общем, друзья мои, учитесь играть с суппортом правильно. С первого раза у вас может не получиться, но когда получится, вы реально будете желанным гостем для любого отряда, да и зачастую в одного сможете положить многих. Притом даже не стреляя в них. Самые распространенные сеты под инженеры — это огненный медик. Гайд по нему, кстати, есть в разделе за Division гайды версии 1.5. И сбор через 4 элемента опытного стратега и рюкзак с талантом изобретательности. Также, если вы хотите играть инженером, купите себе на базе автомат-освободитель. У него замечательные таланты под инженерку. Его еще немножко подкалибровать, и получится хороший вариант. Также есть замечательный талант на пистолете. Называется «Хладнокровие». Там еще такой морщ нарисован забавный. Так вот, за каждое попадание из этого пистолета в голову противника, будь то живой игрок или бот, вы будете откатывать свои таланты на 5%. А с учетом еще и 90-3, который стреляет по 3 пули, ох, как у вас скиллы-то быстро будут откатываться. Просто одно нажатие — 15% талантов у вас откатилось. Круто же звучит, да? На самом деле, сколько людей, столько и вариантов будет создание инженерки. Кстати, ребята, вот если вы активно пользуетесь инженеркой и практикуете силу навыка, напишите в комментариях, а как вы применяете свою силу навыка? Разгоняете ли вы ее, допустим, только до 100 тысяч, просто чтобы лечиться в бою? Или же вы собираете инженера через какие-то прям вот такие дебри, тернии, я бы сказал, и к звездам? В общем, мне, да и как и всем здесь присутствующим, я думаю, будет интересно посмотреть на ваши варианты в комментариях. Что нашли вы для себя интересного в жизни роли суппорта инженера? Друзья мои, это был краткий гайд по силе навыка. Я понимаю, что не смог рассказать вам всего, потому что время, время и еще раз время. Гайды должны быть короткие, а если я сейчас начну рассказывать полностью про силу навыка, то это займет у нас десятки, десятки минут, и может рассеяться на полчаса, на 40 минут. Это, кстати, не шутка, реально очень объемная тема. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, по какому бы разделу электрики или инженерки, или силу навыка, или вообще чего-нибудь вы хотели бы, чтобы я сделал гайд. Так как в первую очередь я прислушиваюсь к вашим пожеланиям, ведь для кого я все это делаю? Для вас, друзья мои, для вас. Спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, значит оно заслуживает лайк. С вами был Владислав. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok